Привет! Первый видос в году и сразу разбор, а все потому, что я не мог пройти мимо такого сэмпла. Тем более мимо такого дорогого сэмпла. Его очистка стоила, как тейп сам сказал. Он стоил, как однушка в Москве. И у меня есть точная информация, почему мистер Кредо запросил такую сумму. И все потому, что он такой, сколько, сколько тебе орут заплатил за твой куплет? Десять биткоинов на ухо. Десять биткоинов за пить. Ясненько. Ну давай их сюда. Стоил ли этот трек такого дорогого сэмпла, уже решать вам. А мы тем временем выберем кусок, закинем его на плейлист и подгоним под темп, который равняется 144. Ударим в минуту. Находим начало нужной нам части и находим конец нужной нам части. В моде ставим stretch и этот кусок подгоняем под 8 тактов. Этот сэмпл первое, что мы услышим в треке. И он звучит примерно как-то, наверное, вот так. У него отрезано очень много низа и немало верха. И немножко драйва. И немножко громкости. Потом тут идет вот такой вот разгон. И сразу за ним вот эта штука. И тут начинается орган, который я возьму в аналог ладни. И мелодия почти повторяет вступление из оригинального трека за парой исключений. В первом такте идет по соль минор аккорду вверх. Добавляется нотка ля и потом переходит снова на соль. Потому что если бы просто было бы сразу соль, было бы не так интересно. Именно так мелодия идет в начале трека мистера креда. Только тут мы можем еще продлить D и внизу прописать G, то есть соль. Второй аккорд идет по ре диез мажор. Потом до минор. И в конце идет ре. Нижние нотки убавим. Затем снова идет разгон. Потом снова этот паттерн. Только делаем его уникальным. И поднимаем мелодию на октаву вверх. И добавляется уже вот этот шот. Тут появляется 808. Происходит некоторая нарезка сэмбла. Сегодня белым-белым кружимся. Вот так. И вообще тейп постоянно что-то сэмплирует. И в этом он настолько преисполнился, что его сэмплы уже скорее похожи на цитаты. Дело даже доходило до обвинений в байте, но они довольно быстро заглохли. Ведь сам тейп никогда не отрицал, что немалую часть своего творчества строит на заимствование. И трек Carrie или Soname скорее похожи на аккуратные цитаты с уважением к первоисточнику, чем на просто сэмплирование или тем более на откровенный байт. Ну а медляк-худяк это скорее конечно сэмплирование. Но он тоже сделан с уважением и добавляет своего вайба оригиналу. А не просто паразитируют на наследие мистера Креда. Как и не вышучить трек с сэмплом Максим, который на мой взгляд на голову выше подобного трека Егора Крида. Возможно потому, что трек тейпа и Арни представляются как сэмплирование-переосмысление. А Крид представил нам якобы фит, на котором он по-моему не дотягивает до Максима. А что вы об этом думаете? Напишите в комментариях. Я решил использовать вот этот 808 сэмпл и немножечко сэмпл старт ему дадим. И чтобы вам на мобилке было слышно, пропишем басец на ктау выше. Первая G, то есть соль, потом D диез, то есть ре диез, боже мой. Вот такой, то-дон. И этот дон, этот C. А диез, то есть ля диез. Что я сейчас делаю по-вашему? Конечно же слайды. И где начинается 808, у сэмпла становится еще меньше вверх. И для этого нам нужен дистрактор. И как-то вот так. Можем автоматизировать его включение вот в этом месте. К слову, тейп сэмплирует то, что очень глубоко засело в наш культурный код. Особенно ему нравятся треки 2002 года. Возможно, это совпадение, но я так не думаю. И раз уж тейп сэмплировал уже три песни с 2002 года, мы можем предложить ему еще пару вариантов. Но это скорее для шамана. Но это хороший вариант, но после него, возможно, придется сэмплировать. Так что остался всего один 100% на беспроигрышный путь, и я уже все приготовил. Послушали бы тейп с таким битом? Напишите в комментариях. И здесь вступает типичный дрилловый бит. Вот так настроим velocity. И в конце каждых двух тактов вот здесь вот пробежка на одной, второй. Переключаемся. Ctrl-U. Тянем вот громкость типа как-то вот так. Парень мне с ним подыгрывает вот такой вот light snare. То есть, по факту, это counter snare типа хай-хэт. Ну, короче, вы поняли. Ему громкость тоже как-нибудь поменяем. В качестве основного snare выступает, по-моему, вот этот клэп. Ни разу за трек я не услышал, чтобы он играл во втором такте. Поэтому поставим его только вот так. Ему подыгрывает вот такой snare. И, по-моему, в конце паттерна вот такой вот клэп дополнительный подыгрывает. Его давайте сделаем поярче и позлее. С клипом включенным и стереодилой. Еще дважды играет вот такой вот стомпик. Он играет, по-моему, вот так. Ну и, собственно, сам кик, который, по-моему, очень похож на то, что в треке. Все. И сначала полный бит играет без этого сэмпла. Потом вступает в сэмпл. И появляется вот такой вот райзер. Ну, только потише он должен появиться. И начинается полный расколбас. Ну и типично для моих разборов. Этот проект вы сможете скачать в моем телеграм-канале, как только этот ролик наберет 3000 лайков. То есть, если вам уже нравится этот биток, и вы хотите максимально скоро поковыряться в нем самостоятельно, то скорее ставьте видосу лайк, и уже очень скоро вы сможете этот самый проект скачать, как я уже говорил, в моем телеграм-канале по ссылочке в описании. И еще момент. Я решил создать Boosty, но это никак не повлияет на контент на YouTube. Просто там будут проекты битов сразу после выхода видео, там будут записи стримов, и там будут дополнительные материалы к видео, и, возможно, длинные версии видосов с YouTube. Так что, если хотите меня поддержать и получить что-то из этого списка, то переходите по ссылке в описании на Boosty и подписывайтесь. И в расколбасной части звучания сэмпла меняется, так что делаем Make Unique. В этот раз все тоже начнется с Dirty Filter, только мы будем использовать его чуть иначе. Меньше обрежем низ и меньше обрежем вверх. И еще дадим больше драйва. После этого стандартный главный вверхдрайв добавим вверх. Еще очень-очень много вверх, так что я все-таки сделаю ужасную вещь. И сделаем Make Unique. На грани, на грани прям дикого перегруза. Вальхала Виндач Ферп, Ambience Drum Air и типа... Ну, как-то вот так. И Tremolat. Ну, или что-то подобное. Просто в Tremolat уже включен нужный нам пресет. Еще там используется басец, который очень похож вот на этот. Вот так подбустим и ограничим его продолжительность. Еще нам нужно, чтобы он играл на Nutty G, а на Nutty G он коротковат, так что здесь в моде поставим Stretch. Очень не рекомендую делать это с басами, но здесь это звучит нормально. Чтобы он зазвучал максимально похоже на бас из трека, я использую KHS Ensemble и Blood Overdrive. Потом появляется какой-то вот такой вот бас. Сразу Late Tremolat немножко открутим. Sample Start тоже. И нам нужно Cut сделать и резонанс поднять. Потому что он там звучит поглушее. На нем обязательно включаем Cut itself. Я тоже на него закину Blood Overdrive. Играет он вот так вот. И еще первый звук у него гораздо тише, чем второй. Потом, по-моему, D-Sharp. Потом Ля Диез. Потом просто Ля. И вот это убираем. Ну и как обычно напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20, который отлично подойдет новичкам. То есть даже если вы ни разу не открывали FL Studio, по этому видеокурсу вы точно напишите свой первый бит. Он стоит 4290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Потом просто до безумия сложные хэд и клэп. Второй хэд тоже потише. И клэп из усложнений. Звук вот здесь. Ну и еще более сложный кик. Пожалуй, да. Потом идет брейк. Точно такого же я не нашел, так что воспользуемся джерси клаповским. Повторяется еще раз то же самое, только уже без брейка. И здесь начинается... диджей тейп вот это потом вот а и вот этот кусок берем и затем да мы вдвоем осмел твоем ос вот так вот это и потом то же самое только с форманты пониженный так что делаем уникальным здесь выбираем stretch pro и формант опускаем на 800 центов ведь это же делаем ямы потом играет сэмпл бас и шоты вот эти вот так потом повторяется все вот это затем снова играет нарезанный сэмпл только вместо органы идет вот этот расколбасный биток только с хайкатом так что я просто за ресемплю расколбасный бит но выключу предварительный кик потому что он играет без хайката просто крутим кат и немножко добавляем резонанса отдельно подкинем кик только сделаем его потише теперь сэмпл из вступления с отключенным дистрактором играет он ровно вот стойка потом вступает расколбас потом начинается вот эта часть уже без пауз и здесь не будет никаких разгонов просто тоже самое повторяется еще раз но спитчем на октаву ниже у нас stretch уже выставлен так что в рейнже ставим 12 правая кнопка мышки на pitch create automation click copy value ставим точку вот сюда пейс твелью и вот так вот опускаем и вот так все-таки нам с брейком будет звучать поинтереснее вот это уберем и бит сократим осталось самое простое сведение самое важное что я сделал это расширил 808 бас просто озоном и майджером как обычно типа бэн со 100 герц примерно стереваясь включен и на 50 процентов поднял перед этим у нас литл радиатор и еще сделал сайчейн от кика с помощью лимитра вот такие вот настройки сайчейн от кик и сэмпл и бас и орган на органе еще пора обработать буквально но они не не сильно критично если все выключить он становится просто немного летающим немного более широким fresh air vintage вёрт просто стандартный пресет 20 процентов 2 немного сомнительных динамических аквализации вот здесь только мид зажимается эквалайзером и вот здесь просто весь вниз и затем озонный майджер на котором тоже просто включен стереоайз и немножко расширен вверх и самый вверх и все на ударных у нас никаких обработок нет кроме общего канала дрм на котором у нас сатурн с клинтьюбом немножко увеличенным драйвом и задранным вот этим бэндом то есть чтобы типа стали ударный чуть побогаче потом озон и майджер без стереоайза я немножко задрал два высоких бэнда все ударные по чуть-чуть отправлены в ревер на котором выехала винта 4 со стандартным пресетом и задранным низом на идея наских экснерах у меня вот блат овердрайв также вот с такими настройками и винта черпс не тронутым драм эйром и микс просто 11 процентов и демный кик я не трогал кстати зря давайте сделаем быстренький сайдчейн просто лимитер перекину на сэмпл и громкость сбалансировал я так чтобы дриловая и расколбасная части не сильно отличались по громкости но чтобы такой небольшой переход чувствовался расколбасная должна быть чуть-чуть помощнее давайте что-нибудь на мастере накидаем джентл тейп потому что это же бит тейпа но с арни но все-таки ты там тоже участвовал джентл вис ну и артикулация артикулация и надо чем-то это разогнать для разгона будет 2 но вот такой получился биток по моему невероятно сильно похожи на оригинал если вам тоже так кажется или если вам просто понравился биток или просто понравился видос то смело ставьте лайк прямо под этим видео и напоминаю скоро я выложу проект своем телеграм канале когда 3000 лайков будет также напоминаю подпишитесь на канал обязательно если вы еще не подписались и обязательно поставьте колокольчик потому что тогда мне будет очень хорошо и приятно и еще напоминаю что у меня есть видеокурс по битмейкингу который подойдет новичкам чтобы узнать подробнее напишите мне ссылка в описании и на этом уже точно все с вами был стас гарф прод пока буду ждать вас в следующем видосе а 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